Как и в прошлом году, у жителей районов города пять вариантов для выбора территории, которую благоустроят по программе формирования комфортной городской среды. Пространства, которые можно выбрать в Нахимовском районе, обозначены на нашей карте. Это зелёная зона между домами номер 39 и 31А на проспекте Победы вдоль улицы Брестской, сквер Героев Советского Союза на улице Героев Севастополя, сквер у школы номер 41 на улице Горпищенко, а также зелёная зона на улице Богданово на северной стороне. Территория возле 40-го дома на улице Богданово и так полна растительности. Как видите, здесь и трава, и кустарники, и деревья. Всего этого здесь вдоволь. Но если жители проявят активность, проголосуют, и эта территория победит по программе формирования комфортной городской среды, здесь могут появиться новые лавочки, освещение, детские площадки. Местные жители за этой территорией ухаживают сами, как могут. И траву сами косит, и деревья понемногу высаживают. Поэтому хотят, чтобы у зелёных насаждений было ещё больше. Но, конечно, не откажутся они и от инфраструктуры. Должны быть беседки для людей пожилого возраста, для детей. Для детей здесь много семей, дети школьного возраста, дошкольного возраста. То есть им здесь нет места для отдыха. Для пожилых, пожилые. В основном, тоже если будет место для отдыха, они будут собираться здесь. А так они собираются на заваленных, возле подъездов. Этот сквер возле школы номер 41 на улице Горпиченко создавали здесь много лет назад. Но, конечно, за это время скамейки и плитка пришли в негодность. Местные жители уверены – место отдыха необходимо обновлять. Кстати, эта территория – лидер в рейтинге голосования на сегодняшний день. Конечно, парк хотелось бы улучшить. Потому что плитку поменять, сделать более широкие газоны, побольше зелени. Потому что некоторые деревья уже старые. А кто-то предлагает надёжно закрепить новые скамейки. Эти старые конструкции постоянно кто-то передвигает с места на место. А ещё здесь по вечерам собирается много асоциальных личностей. Урны тоже хотелось бы, чтобы стояли нормально. Вот она же не там стояла изначально, где сейчас стоит. Плитку поменять. И тут какие-то кустарники хотя бы высадить, чтобы тут зелени больше было. В голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» победит именно та территория, где живут самые активные люди. Важно помнить, у каждого жителя будет только одна возможность проголосовать за одну территорию. С 15 апреля по 30 мая на сайте 92.городскаясреда.ру открыто масштабное голосование по программе ФКГС. Если вы и ваши соседи будете активны, то, возможно, именно ваша территория победит. И именно там появятся новые скамейки, урны, освещение, детские или спортивные площадки и пешеходные дорожки. Светослав Данилов, Дельвер Меджитов. Новости Севастополя.